Оказывается, на прошедшей акции казаки пришли вооруженные хорошими плёточками и разгоняли людей, как баранов, по-настоящему, по спине, по всему, как вы хотите. Вот, казаки бьют нагайкой молодых людей. Прям так очень усиленно бьют, кидаются палками. Видимо, специальные средства, это вот в том числе и казацкие отряды. И профессионерами прям реально драка. Нагайка пошла в ход. Тихо, тихо. Вот она, красота. Правильно, перед казаком с нагайкой с чем нужно стоять? С бумажечкой. Бумажечкой тыкать ему в рожу, вдруг он испугается и убежит. Это очень-очень правильное решение. Или, как мне написали в комментариях, да это подвиг выйти из плаката. Вот, вот, я говорю, Россия – страна очень отчаянных и смелых людей. Вот он, мужик здоровый, выше казака и держит в руке бумажечку. Она, видимо, его очень сильно защитит в случае чего. Так оно и будет. Казаки ведь и раньше при царе чувствовали себя привилегированным классом, и многое позволялось, что другим не позволялось. Вообще, когда появились казаки, помните, когда начали создавать эти казачьи организации, и все так мило улыбались и говорили, ну, а что такого? Ну, подумаешь, там, с сабельками какие-то погончики себе придумали, мальчиков нарядили. Ну, чем бы люди не тешились, почему бы и нет, хорошая, так сказать, традиция. Потом все эти с сабельками и в погонах вдруг организованно поехали на Украину пострелять в хохлов. Все тогда тоже сказали, мало ли, где Украина, где мы, ну, и потом казаки-то народ такой же, понимаете, отчаянный, им же нужно всегда где-нибудь повоевать. Ну, а вот теперь они пришли погонять, как баранов, оппозиционеров по площади. И не думайте, что у них где-то закралась мысль, что они что-то делают не так, или как некоторые пытаются им объяснить, да что вы, ребята, да позор же своих бьете. Запомните, в такие отряды вообще люди идут с определенным складом психики, с садистическими наклонностями, и им, представьте себе, это доставляет радость. А таких психов, особенно еще и на базе алкоголя, нарядят их в такие красивые казачьи папахи и выдают им вроде какой-то карт-бланш. Ну, если он казак, то ему, соответственно, можно с нагайкой, а дальше ему можно эту нагайку применить против любого гражданина в этой стране. Ну, например, пойти и побить по хребту граждан на какой-то Московской площади. Ну, ведь казаки же они, вы же понимаете, потребность у них такая есть. И все теперь смотрят оголдело вокруг и понять не могут, откуда эти ребята появились. А вот оттуда они выпрыгнули, когда их в свое время создавали, никто не выходил и не говорил, что нужно запретить в стране вооруженные отряды непонятного предназначения. А теперь, знаете ли, поздно уже. Теперь попробуйте, как бы этих ребят разоружить, и их перед законом поставить не выйдет. Царю Владимиру эта армия очень пригодится. Еще не одна такая акция будет, а они будут все жестче и жестче с вами. Почему? Да потому что просто им все можно. Потому что на них управы никакой нет. Потому что они за собой чувствуют силу. Царь коронован, шесть лет беспредела обеспечено, а там дальше видно будет. А если серьезно, то 5 мая против жителей Москвы было совершено самое настоящее преступление. Преступная группировка лиц, не являющиеся правоохранителями, совершили нападение на безоружных граждан. Это действие было совершено с участием нескольких лиц, принадлежащих так называемому центральному казачьему войску. В любом случае, это войско где-то зафиксировано, и этих граждан там можно найти, в том числе по многочисленным видеоматериалам, которые находятся в сети. Их необходимо привлекать к суду. По крайней мере, в нормальном государстве это было бы первое действие. Так как эти группировки опасны. Сейчас они разгоняют оппозиционеров, а завтра они будут совершать организованные грабительские налеты. И никто ничего с ними сделать не сможет. Извините, если беспредел пошел по стране, то он вот именно таким образом и будет проявляться. Я думаю, что перспектива тотального хаоса становится очевидной, а еще более того, гражданская война, которая легко может начаться вот в такой удивительной и интересной стране, как Россия, которая долгое время бездействовала, лгала, а теперь народила этих групп и бандитов больше, чем может переварить. Я подозреваю, что еще 90-е покажутся сладким воспоминанием. После того, что может начаться в этой стране, если отморозки, вооруженные тем самым оружием, что было переправлено в Донбасс, начнут строить свои собственные законы по понятиям. Нынешнее проявление казачьего порядка, в кавычках, одно из проявлений будущего России. Вот они-то как раз из этого большинства, 76% для которых этот царь именно то, что им нужно, потому что при этом царе они могут творить любое беззаконное. Путин! 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 Путин!